Вот так выглядел стадион Неруссов-Трубчевский еще три года назад. Разбитые трибуны, лужи на поле. Помнит его таким Алексей Сулимов, футболист с 40-летним стажем. Его роль – полузащитник. Правда, говорит, приходилось защищаться не только от соперника, от луж, грязи, бугров и ям на поле. Не то, что сейчас. Самое главное – это ровная поверхность. Здесь мяч не прыгает, не отскакивает в разные стороны. А именно так, как должен и детей учить легко на таком поле, если серьезно заниматься. За полчаса до открытия опробовали это на тренировке вратариста Радубской Зари Алексей Митин и Андрей Матюшкин. К хорошему говорят – быстро привыкаешь. Смотрю на все эти проекты, которые создают возможность прежде всего для детей заниматься на хорошей площадке, посвящать свою жизнь спорту, потому что это наиболее оптимальный вариант для вот таких районных центров. Пока шла разминка и собирали зрители, а их теперь на трибунах может разместиться сразу две тысячи. Руководство стадиона провело экскурсию, помещение под трибунами, тренажерный зал, медпункт, массажные, душевые, современные раздевалки. Сушильные шкафы специализированные дорогие, это форму вешать, я и вытяжки, и все это делаю здесь зимой. Футбольное поле 8 тысяч квадратных метров, как многослойный торт. В основании земля полметра песчаная подсыпка, дальше основание уплотненное виброкатками, как зеркало, ровняли, натягивали шнур. По технологии в основании кварцевый песок, беговая дорожка, покрытие на основе каучука, эластур, ниже асфальт. В официальном открытии стадиона приняли участие сотни трубчан, легкоатлеты, фигуристы, хоккеисты, ветераны спорта. Но главным героям праздника не исполнилось и 20 лет. Это студенты четырех учебных заведений Трубчевска, профколледжей и техникума. Мы должны вклад делать для нашей молодежи, чтобы она уходила от тех соблазов, которые сегодня портят молодежь. Поэтому если в каждом райцентре будут такие или чуть-чуть поменьше, то, наверное, будет нашей молодежи, где заниматься спортом. А спорт – это здоровье нации. Поэтому вот мы, старшее поколение, должны в первую очередь думать о молодом поколении, чтобы оно на смену нам приходило крепким, здоровым. В Ледовом дворце Трубчевска тренируются фигуристы. На хоккей приезжают машины с украинскими номерами, привозят молодежь из середины Буды. Летом лед арендует профессионалы из Тулы и Калуги. Мы на спортивном комитете областной думы поднимали же вопрос руководителю спорта области Корнею Варьеру Владимировичу сделать дорожную карту, расписать также не только про Трубчевский стадион и Ледовый, но и про все значимые дорогие объекты области, как будут их задействовать, какие будут спортики, соревнования проводиться, чтобы максимально загрузить эти объекты, чтобы люди нашей области были заняты спортом. Апофеозом открытия стал футбольный матч. На кону областной суперкубок. Претенденты – суражские пролетарии чемпионной области прошлого года и команды Стародуба Заря, уже ставшие обладателем Кубка. Гол был только один на 73-й минуте от Сергея Заболоцкого. Суперкубок 2016 уехал в Стародуб. 1-0 в их пользу. А вот эмоции, спортивно-праздничное настроение и желание иметь такую же сильную футбольную команду осталось у жителей Трубчевска. Мария Сергеенко, Владимир Сидоров. События Трубчевск. Субтитры создавал DimaTorzok